МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Я Лариса Гузеева в эфире. Давай поженимся. Программа о том, как избавиться от одиночества. Сегодня у нас невеста и три жениха. Управляющий Самвел, генеральный директор Игорь и менеджер по развитию Александр. А невеста у нас Александра. Давайте знакомиться. Здравствуйте! Добрый вечер! Я рада вас всех видеть. Сегодня меня поддержат мои подруги Танюша и Катя. Александра. 26 лет. Возлюбленный был заядлым игроком. Задолжав крупную сумму денег, ударился в бега. Александр – помощник руководителя телекомпании. Имеет два высших образования. Пишет сказки и рисует акварели. Мечтает организовать свою выставку картин и получить международное признание. Александре не нравятся мужчины восточного типа. Выйдет замуж только за высоко духовного и сильного человека, который будет уважать ее личное пространство. Василиса, что скажешь, что там звезды тебе подсказывают по поводу невесты? Действительно, выйдет замуж за свободу любивого. По поводу духовности, мне кажется, что вы перебрали через край, потому что, скорее всего, это будет мужчина умный. А интеллектуальность и духовность – это все-таки не синонимы, вещи ни одного порядка. Ну, мозг вообще самая сексуальная вещь мужчине считает. Сексуальная, да, но к духовности, правда, не имеет никакого отношения. Я со своей стороны комментирую. Я вижу в гороскопе Александры очень четкий знак того, что женщины старшего возраста могут вредить ее личной жизни. Это значит, что маму нам слушать не надо. И одновременно, мои дорогие дамы, это значит, что сегодня мы с вами либо отдыхаем, либо должны принять на себя роль таких очень юных девочек и постараться посмотреть на ситуацию Александра и на женихов молодыми глазами. Почему нет? Новый формат, это же интересно. Роза, что ты скажешь? Я сейчас буду подать в детство. Я еще в аморазм не вошла, хоть и возраст у меня. Ну что, Александра, 26 лет, девушка уже на выданье, собственно говоря. Все у нее есть, материальный достаток есть, приданное неплохое. Надо быстренько-быстренько сейчас замуж, детишек, и чтоб как у всех, собственно говоря. Александр, может быть, ваш возлюбленный просто придумал кричи, но долги, я имею в виду, чтобы от вас бежать? Ну нет, это на самом деле произошло. Но он всегда любил играть. То есть вы начинали с него отношения, зная, что он имеет такую болезнь, граммани называете? Ну она не была как болезнь, это было как хобби, а что в этом плохого, если у человека есть увлечение? Нет, есть болезнь, когда деньги из дома выносятся, когда продается все, когда придается все и все, для того, чтобы пойти сделать ставку. В одержимость это переросло уже довольно-таки, когда отношения продолжались долго. Пробовали лечить? Ну так, только теплотой, любовью. Тогда почему-то, наверное, он с ним расстался, не понимаю. Он, наверное, все проиграл. Денег не осталось? Нет. И начал спросить у него деньги. Ну не то, что меня это устраивало, но я не сильно обращала на это внимание, пока это не субьилось. Как на вас повлияло вот его пристрастие к играм? Он вас раздел, разул, все вынесли? Нет, на меня никак это не повлияло. Я наоборот увлеченно наблюдала, там интересовалась даже покером, даже сама умею играть. А он проигрывал? Он мне не говорил об этом. А вы жили вместе-то, я не пойму никак. Жили мы и вместе, и не вместе. Я вообще переезжала из одного города в другой, училась. А он где вас ждал? В Сегорске. Пока вы ездили там? А я училась в Москве. Ну то есть ваши отношения нельзя назвать стабильными и серьезными? Она же замужем не была, я так понимаю. Такие гражданские отношения. Это не считается? Это не считается. Сегодня хотите какого мужа? Достойного. Достойного кого? Вас? Достойного человека меня по жизни вообще. А вас может достоин быть какой мужчиной? Мужественный. В чем мужественность? Во всем военной, наверное. Ну допустим, он занимается бодибилдингом. Нет, ни в коем случае. Вот это вот все это меня только отталкивает. Чтобы у него были интересы, чтобы у него там бизнес был, карьеры, чтобы он занимался, чтобы любил путешествовать. Пусть пишет стихи. Главное, чтобы спортом не занимался, потому что бицепс она не любит. Я не люблю перебор. Спортом не увлекаюсь, за кем бегать не собираюсь. Девчонки, вы знаете свою подругу Александру. У нее всегда каша такая в голове? Или, в общем-то, общаясь с вами, вы точно знаете, что если договорились с ней в кафе, она вас ждать у кинотеатра не будет. Ну, она немножко опоздает, но придет. Она просто с Сашей любит немножко сочетание несочетаемого. А мужчины люди конкретные, они любят ясность в мыслях, в желаниях, в поступках. Она будет подарком для мужчины? Потому что мы все ждем подарков в виде мужей, сами подарком не являясь. У Саши есть много качеств, отсутствие которых, я думаю, даже может осчастливить мужчину очень сильно. Например? Например, она не вредная, она не раздражительная абсолютно. Хорошо. И она не ревнивая. При том, что она не глупая и не дура, но она уважает чужое свободное пространство. А что ей может помешать стать счастливой? Уж вы-то как подруги знаете. Ну, какое-то покушение на ее личную свободу, призвание ее к какой-то жесткой дисциплине. Девчонки, вы понимаете, что в браке существуют ограничения, но какие бы свободолюбивые не были супруги? Все обсуждается, Ларис, всегда. Я всегда, если... Идете, да, на диалог? Да, иду на диалог. Прекрасно, конечно. В следующий момент, да? Она за диалог. Она за диалог. Она за диалог, и ты за диалог. То есть, нет, вот это вот мнение там, я сказал, я сказала. Я тоже считаю, что абсолютно всегда обо всем можно договориться. Конечно. Вы какую любовь хотите? Как она должна для вас проявляться? Ну, я могу сказать, что я должна сама в первую очередь чувствовать. Если я чувствую, даже сложные какие-то... Вы меня слышите? Слышу. И вот, я спрашиваю, это чувственная сторона или это все-таки выражено в действиях? Нет, ну, какие-то ухаживания, подарки и все остальное. Ну, все она никогда не получит. Мужчину в полном комплекте не получите. Всегда что-нибудь. И в лучшем случае надо смотреть на недостатки. Но в силу того, что у Александра, как правильно сказала Лариса Сумбур в голове, будем разбираться по ходу. Что все-таки является для чувств? То есть вы на что будете активно реагировать и даже где-то можно агрессивно, значит, вот это вам не достает, значит, это и должно быть в мужчине. А, то есть наоборот, да? Как интересно. Конечно, конечно. Ну, ничего, глазки такие у нее интересные такие, хитренькие. С хитринкой, да? Да, с хитринкой. То, к чему вы равнодушны, вас совершенно не будет трогать. Значит, вам и не нужно. Почему восточного мужчину не хотите? Был опыт? Дело даже не в этом. Мне просто европейские нравятся. Больший тип. Даже если будет прекрасный восточный принц, вас это никак не возбудит. Ну, прекрасный восточный принц, ну, я не знаю, если во мне что-то проснется вдруг неожиданно, я тоже не отрицаю. Ей нравится европейский. Ну, значит, все, пошли. Сам был трудно. Пошли, сам был трудно. Надо будет постараться произвести на ее впечатление. А если будет прекрасный принц, но предложит вам играть в покер, например, или пойти, поехать, не знаю, куда-нибудь в Монако, поиграть в казино? Ну, я тоже прям вот негативно супер на это не настроена, потому что... А, ну, то есть опыт не учит, ошибки прошлого не учитываем. Если это как развлечение, есть же другие качества у человека, на которые стоит обратить внимание. Конечно. Если я не увижу никакого подвоха, то... Конечно, поэтому можно поехать и поиграть. Можно поразвлекаться. Можно поразвлекаться. Он тебя научит, поцарит. Потом через год еще раз придет сюда. Только так же, только ты уже. Только уже про меня будет. И ты, наоборот, придешь еще еще раз. Да, вот пришел здесь на вашу передачу, познакомился с девушкой, все было хорошо, но подсадил. Вот что у меня играющийся проиграл. Ларис, в связи с этим, ну, раз у нашей Александры, в общем-то, не было опыта в виде жены, но все равно вопрос интересный. Вот когда у мужа долги, определенная жена должна как участвовать в этом процессе? То есть выплачивать долги, помогать каким-либо образом, или пускай муж сам получивается? В 90-е годы, да и сейчас, мужчина же не может просчитать все, на все 100%. Поэтому с ним может приключиться несчастье. Неправильно вложил, попал к непорядочным людям, являясь сам порядочным человеком. Если жена в этой ситуации от него отворачивается, значит, она просто отвратительный человек. Но если долги появляются, потому что ему наплевать на всех, на маму, папу, жену, детей, а он приобретает эти долги из-за своих удовольствий и пристрастий, значит, до такого человека нужно бежать. Чего ждать-то? Я вот с вами полностью согласна. Василиса, кого ты желаешь, вам действительно нужен мужчина скорее европеизированного типажа, вам даже выбирать лучшее среди светловолосых, астенического телосложения. Но я бы не сбрасывала никого со счетов. Если вы встретитесь среди брюнетов очень умного мужчину, его тоже нужно рассмотреть. Вам нужен живой, общительный, тот, чего ума хватит на двоих. Я надеюсь, вы не обидитесь на меня. Нет, не обидитесь. И второе, того мужчину, с которым вам будет сложно конфликтовать. Потому что человек, вы конфликтный, малоуживчивый, занудный, надо сказать, и до сих пор это не проявлялось только потому, что вы вместе с мужчиной быт не строили совместно долго. Это обязательно проявится, если вы в брак вступите до 32 лет. Поэтому держитесь. До 32 мне замуж не выходить. До 32 вам замуж выходить? Ну, в идеале я бы сказала нет. Но вы же все сейчас торопитесь. Я не тороплюсь. Смотри, а 26 лет это уже нормальный такой возраст. Да, уже как бы пора. Уже давно пора, да. Уже старорадящий, я бы сказал. После рекламы женихи попытаются завоевать сердце нашей невесты. Вы смотрите «Давай поженимся» у нас в студии Александра. Идите, знакомьтесь с первым женихом. Удачи! АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте, Александра. Меня зовут Самвел. Очень приятно. Мне тоже. Давайте вас провожу на свое место. Мы с вами пообщаемся. Ну, пока сложно, конечно, сказать, конкурент он тебе или нет. В любом случае, ну, на внешний вид ты выглядишь однозначно дороже, лучше. Здравствуйте, Самвел. Здравствуйте. С кем вы пришли? Это мой близкий друг Денис, с которым мы учились в институте вместе. И моя хорошая подруга, которая встречается с моим другом, Любовь. АПЛОДИСМЕНТЫ Мечтает о сольном альбоме. Предупреждает, что не примет женщину с ребенком. Самвел решил проверить отношения с возлюбленной на курорте, но их рандеву испортил ее тайный поклонник. Надеется, что Александра не будет размениваться на других. Вася, что там в гороскопе нам объясняет про Самвелла? Ну, бывают мужчины, ни рыбы, ни мяса, которые не умеют выражать свои чувства, даже если девушку пылко и нежно любят, они не проявляют этого. Но Самвел не из таких. Он человек вспыльчивый, гневливый, но при этом девушка всегда может быть уверена, что она точно считает реакцию его на какие-то свои поступки. То есть он совершенно искренне эти свои эмоции проявляет. Я считаю, что в отношениях это самое правильное, что может быть. Как оцениваешь Женихарова? Хорошо оцениваю. Молодой, успешный. Ну, он здесь пока веселый сидит, а потом... Это будет диктатор такой в отношении, знаешь. Но наш привереда не хочет восточных мужчин, прям не знает даже, как... Тогда мы его сейчас раскроем для тех зрительниц, которые понравятся Самвелла. И они будут нам писать, Самвелла, что это за история. Значит, вы поехали с подругой на Бали. И тут друг с чемоданами приезжает кто-то и говорит, «Я у вас тут еще немножечко поживу Самвелл, потому что мне эта девушка нравится». Или как там было? Ну, немножко было не так. Пришла просто смс-ка от другого человека. А вы прочитали эту смс-ку? Ну, так получилось, что телефон, он просто... И что там было? ...с именем было. И написано, что скучаю. Лечусь с приветом, вернись с ответом. Возвращаясь скорее из Бали, я задал вопрос, что это такое, потому что телефон лежал рядом. Вот, я случайно никогда не копался в телефонах. Она сказала, что это мой просто знакомый, вот, и грудая мне позвонить, я хочу с ним просто поговорить, потому что здесь были отношения. Мы пообщались с этим человеком. А вы пообщались, чтобы выяснить, вот дурит вас или это правда друг? Нет, это был не друг. Это просто человек, с которым она познакомилась, когда вот я свободно отпустил ее в ночной клуб, грубо говоря. То есть у меня вот, в принципе, в общении... То есть параллельно был еще молодой человек? Ну, появился как бы. Так он приехал-то к вам на болезнь? Нет, слава богу. Но это как-то надорвало у вас, я не знаю, использовало ваши отношения, или вы, взяв с нее слово, что она больше так не будет? Ну, практически так. Продолжали? Извините, что перебил, но мы жили в отеле, но практически не общались. В одном номере жили? Ну, конечно. А в одной кровати спали? Ну, там в кровати мы раздвинули тумбочку, поставили. И молча прямо? Нормально все. Странный мужчина, но боли с девушкой, раздвигать кровать. И прямо ни разу ничего не случилось у вас? Нет. В этой тягостной тишине, нет? Нет. Просто я сам по себе такой человек, который бескомпромиссный, и не даю... Все, вот умерла так умерла, и вы вернулись уже чужими людьми, и больше с ней никогда не... А кто оплатил поездку на Бали? Да, конечно. То есть она за ваш счет поехала? Ну, мы встречались, как за... Ну, это... Мы сожили... Она просила прощения, говорила, что это какое-то заблуждение вообще, что он тебя неправильно понял. Нет, ну, как бы разругались там просто-напросто, так, на этой почве случился конфликт. Она же вас обвиняла в том, что вы посмотрели телефон? Нет, не обвиняла, просто лежала рядом, просто она как могла обвинять, когда тут такой косяк. Каждый мужчина хочет, чтобы женщина была одна и его, и неразделима. Это нормальная позиция. Просто... Ну, хорошо, 32 года, это прям вот единственный эпизод был в вашей жизни. Ну... Вообще, почему расставались со своими возлюбленными? Кто от кого уходил? По-разному было. И так, и так. Я пытался найти взаимопонимание, пытался человека изменить. То есть, чтобы человек, скажем, понял меня, стал немножко по-другому, как бы, ко мне относиться, потому что была какая-то вот ревность вечная. Посмотрел налево, значит, там, все, там, там, захотел девушку, по примеру. Хотя это вообще в дворе такое не было. А вот вы теперь поняли, что человека изменить нельзя? Нельзя изменить. Да. И ваши попытки были неуспешны, потому что она уже была такой, какой была? Как говорится в пословице там одной, что каждый человек играет свою роль в определенный момент. Поэтому, может, он как бы подстроится на какое-то время, но все равно, потом через какое-то время раскрыться. У меня человека, ну, это возможно в каком-то совсем юном возрасте. 26 лет уже не поменяешь. 26 лет, конечно, уже не поменяешь. Какую девушку хотите? Понятную или мутную, которую хотелось бы разгадывать все время? Ну, как все же мечтают о женщине с тайной. Вот, пожалуйста. Когда вы можете, человек может тебя выслушать, когда ты можешь просто человека понять, вы можете обсудить. А чем вас надо понять? Ну, вообще, в отношениях, в общем. Пойми меня. Это в общем, я беру картину в общем. Ты на меня не женился, а я встретилась с Петей. Это в клубе, с Петей, да. Да, и что, ты меня сам туда отпустил. Ну. Почему вы боитесь это сказать? Самое важное, чувствовать, что вы над женщиной имеете власть, что она точно ваша. Я не боюсь. И она стабильно будет с вами. Вот это самое важное. А вы это знаете, женщина с тараканами. Вы хотите с тараканами женщины? Нет, наоборот. Ну, у всех есть какие-то... Или на баре не хотите? У всех есть какие-то нюансы. Я не боюсь, на самом деле, потому что... Если не боитесь, мы вам будем с тараканами девушкой подыскивать. Я не боюсь. У меня есть ремень. Слушайте, не люблю. Люблю ясность. Люблю понятную. Покорную. Покорную, скажем так, будет неинтересно жить. Хочется, чтобы немножко был такой задор. А как вы любовь проявляете? То есть для вас важно достаточно часто женщина говорить о своих чувствах. Вы там будете писать смс-ки, любовные письма, делать какие-то чувственные подарки. Либо вы можете это не говорить, но зато предметно накормлено, обута, одета. Извини, чувственные подарки это из магазина для взрослых, что ли? Ну, все равно, что. Или шубы, я имею в виду, яхты. Очень важно. Нет, вот как раз действенно это шубы, яхты. Можно вообще про любовь ничего не говорить. А так тихо принести шубу. Да, принести шубу. Для вас, вот как проявление любви больше? Ну, для меня самое главное, чтобы, скажем, любовь была без фанатизма. С вашей стороны или со стороны девушки? С обоих. Должно быть как-то... Вы ее как проявляете, эту любовь, свою любовь? Не знаю, как проявляют ее. На Бали возил девушку как? Значит, через действие, да? Ну, Бали, это один был эпизод, скажем. Этих эпизодов было много, когда мы куда-то ездили с ней. Хорошо, вы ласковый мужчина? То есть для вас очень важно, чтобы там обнимашки, поцелуйчики, чтобы женщина, ну, как-то вот... Ты сейчас договоришься, Рос. Нет. Нет, я хочу, я просто понять хочу. И либо вы, наоборот, сдержанные. Для вас важно, чтобы женщина вот вечером пришли, ужин накрытый. То есть она сидит дома, воспитывает детей, никуда не ходит, шаг вправо, шаг влево. Вечером я, например, после шести не ем, например. А ей можно? Ну, если это не будет мешать фигуре. Если это будет мешать фигуре, значит, нельзя. Ты представляешь, что он, да? Я считаю, первый раз видит, он ей говорит, что после шести есть можно, если не мешать фигуре. То есть это кефир и что еще? Приготовили сюрприз? Да, у меня есть сюрприз. Я сюда пришел, скажем так, не петь, а не танцевать, не играть на каких-то инструментах и так далее. Я просто хочу тебе подарить массу ярких эмоций, впечатлений. Кого бы ты ни выбрала, я хочу, чтобы просто сделать приятное. Это вот путешествие, скажем, за город на двоих, покататься на лошадях и провести романтический ужин в ресторане. Прекрасно, я очень люблю вас одень. Нормально, нормально. На самом деле сюрприз хороший, я думаю, вы думаете, что хороший был ресторан, потому что отлично победы идут. И лошади не хромые. Спасибо, забирайте своего друга, приходите в помню. Екатерина и Татьяна, ваши впечатления? Сам был хороший человек, ничего сказать не могу, достойный. Но я думаю, Саша, он не подойдет, потому что в нем, по-моему, перечислены все качества, которые Саша не любит из-за этого. Спасибо. А вы же совершенно согласны с Катериной. Самвел заставляет ревновать девушек. Это не беспочвенно. А вы что скажете? Он любит лошадей. Я просто страшно обожаю этих животных. Ну, что еще сказать? Хороший молодой человек. И все? Хороший молодой человек. Не ест после шести. Я люблю покушать вместе. Ну, вы не волнуйтесь, на самом деле. Вам не грозит ешьте после шести, потому что для Самвела вы вряд ли подойдете. Понимаете, вот в большинстве своем, восточным мужчин не может объяснить или дать инструкцию женщине, как бы нужно с ним... Потому что они воспитаны так, что женщина сама должна знать, что можно, чем нельзя. Женщина, конечно, ее с рождения учит, объясняет, и так поэтому он искать не может. Вы потребуете инструкцию, объяснение, вы будете докапываться. Да, докапываться он не будет, он просто сказал, сделал. Не догадалась, до свидания. Ну да, ты сказал насчет фигуры, видишь, ее это очень понравилось. Ее-то задело, ее-то серьезно задело. Пусть кушает, какие проблемы-то? Мне непонятна ситуация, когда они продолжали жить в одном номере после того, как уже было понятно, что перспективы нуль и так далее. Это что-то такое, есть садо-мазо, и почему было не снять что-то рядом или где-то... Что-то тратится еще, ну так потратился на это. А что, выгнать надо было? Садо-мазо, блин. Выгнать или улететь, а то достать одну. Я думаю, что он определенное удовольствие находил в том, что вот улечил, паразитка, прочитал я с ним, поговорил с вами, а вот ты теперь будешь лежать напротив меня, я еще буду ночью подглядывать, страдаешь ты или не страдаешь. Мне показалось, что в нем есть вот это немножко понаблюдать за... Мне кажется, нет, мне сам Вэл очень понравился, мне показалось, что вот это оставание в одном номере после ссоры было скорее следствием того, что он понимает свою гневливость. Он в жизни человек действительно вспыльчивый, правда легко отходчивый в большом количестве ситуаций, но за исключением ситуации ревности. И любит и ждет от девушек безусловной верности и стабильности. Поэтому все, что касается, конечно, верности, лишь малейший намек, и он уже будет, ну, просто белениться, я прошу прощения. Ну, кровь горячая. Но он очень осознанно, мне очень понравился его подход к жизни, то, как он ведет беседу. Возникает ощущение, что он думает, чувствует и над жизнью размышляет. Она разглядела, тебя слушает, ты понравился, веселись. Ну, конечно, это не ваш тип, даже не только внешне. Тут дело не в восточности и не в цвете волос. Тут дело в том, что он по моторике не ваш тип. А как ты рассмотрела? Извини, конечно, цвет волос. На фотографии темные были, я специально посмотрела. Нет, не ваш тип, потому что вы любите мужчин более бойких, более легких поверхностных, более разговорчивых. Давай поженимся теперь вашим мобильным. Набирайте 0736. Роза и Василиса дадут вам совет днем и ночью. Оставайтесь с нами. В эфире «Давай поженимся» у нас в студии Александра. Идите, знакомьтесь со вторым женихом. АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуй, Александр. Я пришел побороться за твое сердце. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Это поинтереснее, конечно, будет. Святы подарил. Молодец. Здравствуйте, Игорь. С кем вы? Здравствуйте. Это мои друзья Николай и Майя. Очень приятно. Давайте на вас посмотрим. Игорь, 32 года. Генеральный директор типографии. Объездил всю Европу на автомобиле, коллекционирует монеты. Мечтает научиться управлять временем, чтобы везде успевать. Предупреждает, что животных в его доме не будет. Первая жена Игоря была подругой родной сестры, а вторую ему уступил близкий друг. Обе оказались черствыми и несговорчивыми. Надеются, что с Александрой ему повезет. Ваш первый брак на самом деле был достаточно удачным. Его можно было сохранять. Мне тут приходится говорить иногда в программе, что в вашем случае первый брак все равно не мог сложиться. Даже хорошо, что это уже было. Но вот тут я не могу сказать. Я считаю, что первые отношения можно было и реанимировать, и расставание скорее было ошибкой, чем правильным. Но уже все, дело прошлое. Второй брак и вторые серьезные отношения, длительные я имею в виду, должны были быть очень рутинными. Там тройное соединение в знаке девы, такими достаточно скучноватыми и, в общем, более обыденными, чем хотелось бы. Но у вас есть возможность в третий раз составить партию. Неплохую, достаточно страстную, женщину несколько моложе вас. Но такой достаточно интересный союз. Спасибо. Улыбаешься. Хороший знак. Да, мы, кстати, любим генеральных директоров. Ну, единственный недостаток, времени не будет на всякие шуры-муры, а человек работает, собственно говоря. Ну, вот собак не любят, в общем-то. Никого не любят. Не, не, не люблю. У меня летит астма. Ну вот, тем более, в общем-то. Не тем более. Они не любят астма, болезни. Это никакой не тем более. Тем более со здоровьем. Астма. С этим можно жить. Конечно, конечно. Он какой-то странный. Какой-то вид у него вообще болезненный. Вот мне второе интересует отношение. Это как вот друг прям пришел и сказал. Ну, это было не так. Он приехал, покрасовался. Сказал, Игорян, вот хорошая девчонка, в хозяйстве пригодится, поэтому забирай. Ну, не, не так было. Он приехал похвастаться, что у него на тот момент было как бы их две. Ну, и, соответственно, завязались отношения, то есть сборная. И женились вы? Не, не сразу. То есть через месяц мы стали жить, но прошло так получилось, что не готов я, то есть был сразу принять ее такую, какая она есть, потому что она такая немного диковатая была. А какая она была? Диковатая, в смысле темная. Дикая. А потом, как бы я... Дикая роза, что ли, я не понимаю. Ну, можно как дикая роза. Вот из передней, девчонка, прибудешь, красивая, но дикая, да? Да. Ну, дикая, в моем представлении, это та, которая питается у нас. Это Олеся Купринская, ну, не знаю, ну, точно совершенно... Ну, такая недалекая, но дикая. Не та, которая собирает ромашки, травы заваривает, там живет с бабушкой в лесу в избушке на курьей ножке, но при этом имеет дикую красоту, например. Ну, да. Ну, этим как бы... Ну, да, на тот момент красота, и через... Когда мы стали с ней жить, через две недели... Через сибирь пробиться было невозможно, да? Мозг девственный. На тот момент хотелось отношений. Хотелось рядом с собой. На тот момент просто хотелось, поэтому... Скажите, а ребенок у кого был? У первой, у второй? Ну, во-первых, к тому времени у меня был ребенок. От первой жены? Да, и у нее был. Но меня как бы это никогда не останавливало, потому что, ну, как бы финансы позволяли. Не очень скромный. Он не то, что не скромный, он фальшивый. Вот смотрите, вы вкладывали в свою жену, в ее внешность, в образование, манеры какие-то ей перед пытались. Не, она просто как бы уже жила, то есть моей жизнью начала жить, и, соответственно, очень быстро стала меняться, и при том, что при всей этой дикости она научилась там за две недели водить машину, она расцвела, она при мне расцвела. Ну, это ваша профессиональная расцвела, а ей хотелось вот ходить вот такой дикой. Нет, ну, соответственно, стали на нее и все остальные обращать внимание. То есть вы ее даже одели, да? Ну, в общем, нашел он ее бусую, хромую, безволосую, привел в порядок, А она тут раз и ушла. Лариса, я думаю, что это он так предполагает, потому что эта девушка в свое время и другу его понравилась, и ему самому понравилась. Ну, если другу понравилось, сейчас спикнул вот ее так запросто с рук. Ну, просто поверился. Пожалел друга. У нее уже две девушки были. Она об этом знала. В общем, одним словом, вам приятно думать, что это вы вывели ее в люди, а потом она поступила нечестно по отношению к вам. А для вас проявление любви это как должно быть? Вот вы хотите, чтобы вам часто говорили, как вас любят, или внимание оказывали, заботу и так далее? Мне кажется, это внимание, гармония, и нужный момент уметь поддержать какими-то словами и не говорить о том, что у меня твои там проблемы не волнуют. Скучный, да, во-первых. Во-вторых, он, видишь, говорит, я вкладывал в нее. Почему вот мы... Акцент. Да, да, да. Он жадный, он жадный. Он жадный. Вот смотри, за него. Он жадный. Ни разу не сказал, что я возил свою девушку, на болезни. Александра, у нас в Москве-то все в порядке с квартирой? Да. То есть у нас есть квартира, да? Ну, съемная. А, значит, у нас нет квартиры? Нет. А-а-а. Еще на квартиру в Москве не заработала. Понятно. Вот в связи с этим тогда, Игорь, вопрос, как? Пропишем, не пропишем? Будете в жену вкладываться? У меня есть квартира, но на сегодняшний момент у меня так получилось, что я как бы живу с мамой, и оно приданное, и в данный момент мама без меня как бы не может быть. Ага. Вот. И поэтому, то есть, я вот с таким неким приданным, который придется воспринять. Пробуется. Раньше достаточно было мамонта, а сейчас надо еще, знаешь, какие-то украшения давить хотя бы. Да, украшения тоже в прошлое. Машина, квартира. Вот вы такой царь, потому что у вас было два брака, и обеих девушек вам принесли на блюдчик из голубой каемчика. В первом случае сестра познакомила, а во втором случае друг привел. Вы вообще способны сами влюбиться и добиваться, или будете лежать и хвостом бить? Я вам больше скажу, я не обижен женским вниманием, я на эту передачу пришел. Я уверена, при ваших возможностях вам принесут. Просто я на сегодняшний момент как бы созрел, хочу одну единственную, и чтобы у меня не было такого желания там, чтобы к другим было. Нужно же еще позвивать человека. Вот что она хочет путешествовать. Покажите сюрприз для Александры. Надо потратить на сцену, наверное. Пожалуйста. Проходите. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Александра, это чтобы у вас остался презент передачи. Это база? Да. По-моему, самый худший подарок, который только может. Это шаг на базу. И еще сейчас мои друзья споют песенку, наверное. Подготовили в отношении меня, в исполнении моих друзей. У него два сюрприза. Мне кажется, он когда вышел, ты первый был сюрприза. Даже три. Даже три. Потом база. АПЛОДИСМЕНТЫ Я ходил по белу свету, знался с умными людьми. Счастья есть и счастья нету, нет любовь и нет любви. Уж как не и так и это, со словами и без слов. Обломал немало веток, наломал немало дров. Ни хозяйки, ни усадьбы, отчего жить не везет. У людей сплошные свадьбы, у меня сплошной развод. Уж как не и так и это, со словами и без слов. Обломал немало веток, наломал немало дров. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо большое. Проходите в свою комнату. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну как? По-моему, по-моему, тебя выберут. Посмотрим. Екатерина и Татьяна, что вы в игре увидели? Мне показалось, Игорь достаточно флегматичный человек. А Саша у нас очень эмоциональная. Она может быть мягкой, но у нее одновременно сильный характер. И если у Игоря уже две жены проявили себя, вот ему казалось, что они были жестокие к нему, не эмоциональны, боюсь, что при непроявлении им своих эмоций Саша к нему может повернуться той же жестокой стороной. Боже. Что вы скажете? Игорь мне понравился. Хороший молодой человек, но есть одно маленькое но. У Александра есть кошка. Я не знаю, как они будут решать эту проблему. Если влюбится, значит, будет выбор, кошка или муж. А вы? Что скажете? Ну, мне показалось, что Игорь влюбляется сначала в картинку, а потом начинает узнавать женщину. Как все мужчины. Роза? Мне Игорь понравился. Вам такое нужен. Практично, основательно. Я всегда рекомендую. Если вы хотите знать, насколько мужчина настоящий, посмотрите на предыдущих жен. Вижу, Розе-то понравился. Она на нашей стороне. Она на нашей стороне. Это все. Из ничего он сделал женщину чего? Значит, создал условие. Что, что там закончишь, другой вариант. Так, знаете, милая моя, так провыбираетесь. Вообще никого не будет. О, ты видишь? Ну, все. Молодец, Роза. Все. Ну, известно же, что есть спринтеры, а есть марафонцы. Мне кажется, Игорь спринтер, потому что вдолгу бежать, дыхалки у него не хватает. Вот пока девушка нравится, он будет что-то для нее сделать. Потом в один миг что-то у него в голове отключается, и дальше ему лень. Я так думаю, что пока девушки сами стремились что-то сделать, он принимал эти отношения. Дальше ленность душевная, ничего не хочется, хочется уже что-то другого. Он внутренне, мне кажется, очень пассивный. Вот отсюда все проблемы. Он не пассивный, он не флигматик, он скорее меланхолического склада. Он из тех мужчин, большого количества нормальных мужчин, которые хотят, чтобы жена служила верой и правдой, только ему одному, и именно служила. Покорялась, подчинялась, жила его делами, много занималась бытом и домом, не выскакивала вперед в тех моментах, когда этого не нужно делать, обслуживала, обихаживала его во всех смыслах слова, поддерживала. И чтобы она была той женщиной, которой будет все равно, на какой машине ездит ее супруг, при этом всем, при отдаче, скажем так, ее. Сколько мы с Игорем 30 лет знакомы? Нет, ну она... Я уже могу практически подписаться, ну не под всеми, конечно, но слава. Мне кажется, что вы не совсем та женщина. Может быть, если с машиной вы еще в какой-то момент и способны закрыть глаза, это точно не то, что вас будет в первую очередь напрягать. Но то, что полностью отдаваться и полностью служить не будете, мне тоже понятно. Впереди у нас третий жених и судьбоносный выбор. Оставайтесь с нами. АПЛОДИСМЕНТЫ Вы смотрите «Давай поженимся», и я предлагаю вам, Александра, встретиться с третьим женихом. Проходите, удачи. АПЛОДИСМЕНТЫ Привет. Я Александр. Теска. Очень рад с тобой познакомиться. Хочу сказать, что когда увидел тебя на фотографиях, согласился сегодня, не раздумывая, прийти в эту студию. Примет мне эти цветы в знак моей симпатии. Спасибо. Спасибо. Я провожу тебя, потому что очень тяжелый цвет. Спасибо. Цветы вот красивые, он мне. Александр Александр, мне кажется, как-то... Романтично. Да, романтично. С кем вы? Я со своими друзьями Андреем и Владимиром. Давайте на вас посмотрим, узнаем вас лучше. Александр, 31 год. Менеджер по развитию бизнеса в коммерческой организации. Профессиональный тяжелоатлет. Любит ночные клубы и итальянский ресторан. Никогда не обижается на критику. Мечтает побывать в космосе. Три года Александр встречался с девушкой, но у них были разные цели в жизни. Она мечтала о семье, а он хотел погулять. Надеется, что Александра будет уважать его интересы. Васечка, что звезды? Я думаю, что... Не то, чтобы вы боитесь семьи. Я думаю, что и сейчас вы еще к браку прямо не совсем уж готовы. Вы так думаете? Да, я в этом абсолютно уверена. Потому что мужчины с Венерой Водолеи взрослеют очень поздно. Особенно еще и с пораженной Венеры. Действительно любят разнообразие в женщинах. Но с годами все-таки им удается прибиться к одной бухте. Но при этом прекращают ли они интересоваться разнообразием женщин. Вот это вопрос. Но это вы уже лично с Александром, конечно, обсудите, Саша. Мне скорее важно другое. Почему вы женщине так долго давали надежду? Вы с самого начала отношений знали, что не собираетесь в долгую. Зачем было так долго говорить за мной? А как можно сказать, девушки, я с тобой поживу, но я не собираюсь на тебя жениться? А зачем жить, но можно было встречаться? Например, если не собирался строить серьезных отношений. То есть, слушай, рядом такие отношения, правда, Роза? Да. Если они, собственно говоря, будут всю правду говорить, вряд ли кто согласится с ним вообще встречаться. Без перспективы. Тогда бы жизнь была бы скучная. Не говори. Мы бы тут не обсуждали бы ничего. Жених мне нравится. Представительно. Смотрите. Одет хорошо. А цветы какие принес? Цветы шикарные, долгов нет, бывших жен нет, детей нет. Это даже очень. Ташу рассматриваем, мне нравится. Спасибо. А как вы три года встречались с девушкой и вдруг поняли, что вам не по пути? Мы встретились с ней, когда она только поступила в университет, а я только закончил. Можно сказать, что мы оба были молоды, и на тот момент, в принципе, я не рассматривал отношения как долгосрочные. Мне кажется, он хитрый. Ну, хитрый, мне тоже так кажется. Такой глистичный, прожженный. А ей уже хотелось замуж, потому что девушки раньше хотят замуж. Девушки, они как индикаторы. Они как индикаторы твоего отношения к ним. Если я не был уверен, то, конечно же, она это тоже чувствовала. И, безусловно, у нее тоже были сомнения. Как вы точно тонко чувствуете. А чем вы, папеньки-то, ее не пришлись? У нас не было открытого конфликта, но... Ну, понимали по молчанию, тягостному по взглядам. А она вас познакомила, соответственно? Естественно, конечно. Только она же такая богатая была. Да, Витя? Я не могу сказать, что она была богатая. Семья была хорошая. Успешный отец. А вы из какой семьи? Я из семьи офицера Советской Армии. Вот такому подруги будут завидовать? Такому жениху? Я тебя умоляю. Майя, ну как вот девушке, скажи. Я бы сочувствовала. Вот, видишь? Глаголит вести. Если бы у пары други был такой жених. А для вас любовь-то как проявляется? Любовь? Да. То есть вам нужно слова любви говорить или больше заботиться о вас? Вы знаете, в любых отношениях надо всегда отдавать больше, чем берешь. Это философия для вас. Я так считаю. Вот нет, вот скажите, дайте инструкцию будущей... Вот представьте, что Александра ваша будущая жена. Дайте ей инструкцию, как сделать так, чтобы вы были счастливы. Что делать ей нужно? Гладить по головке каждый раз, целовать вас? Или наоборот, кормить вас усиленно? Все вот то, что ты сейчас перечисляешь, Роза. Нет, для одних очень важнее, наоборот, там 100 смс-ок напиши, а другому и ужина не надо, допустим, покажи, так, феерическую ночь. А другому, наоборот, не надо никакого там феерии-феерии, накорми как следует, дай телевизор посмотреть и дай с друзьями. Для вас как? Правда говоришь? Конечно, очень все по-разному. А мне мама всю жизнь говорила, у них только одно, на уме, у мужиков. Ой, ну да. Я не сторонник крайности. Я уверен, что если два человека нравятся друг другу, если они хотят найти общий язык, они найдут его, безусловно. Скажите, в Александре ничего не раздражает? Нет, наоборот, я нашел много совпадений в наших характерах. Я бы сказал, знаешь, он какой-то вот ущербный, вот какой-то... Он уже слишком. Вы прям как будто на собеседовании сидите. Ну, сидит человек, камеры, незнакомые люди. Он сидел, что там сейчас, он кроковец в присядке, чтобы на старе, а что? Александр представитель земной стихии. Более того, у него земной трин. Он умеет быть суперспокойным, человек достаточно уверенный в себе, человек со стержнем. Просто действительно сейчас волнуется, конечно. Признаюсь, это так. Ну, это мило, вы знаете, мне нравятся люди, которые волнуются. А друзья сидят, улыбаются. А вас что связывает с Александром? Вы вместе работаете? Нет, мы не работаем вместе, мы давным-давно уже дружим. Общий интерес, мы путешествуем вместе. Часто мы вместе. Клубы любите? Да, да. А что вы там делаете? Знаете, в основном я хожу в клубы, когда есть настроение, это бывает... Частенько с девчонками потом оттуда под утро? В основном я хожу в клубы для того, чтобы потанцевать, послушать хорошую музыку. Знакомства, безусловно, приветствуются. Хорошую музыку в клубе? Что это такое? Какой-то он не серьезный. Нет. Я хожу в такие места для собственного удовольствия. А вы ходите в клуб, когда вам наоборот хорошо или когда вам грустно? Хожу, когда хорошо, но бывали и такие случаи, когда мне было грустно, и я ходил туда один абсолютно, и замечательно проводил время. А почему не сказали девушке, когда с ней расставались прямо в глаза, я от тебя ухожу? Я так и сказал. Но я считаю, что это был поступок, который в дальнейшем позволил избежать мне несчастливого брака, потому что, скорее всего, у нас бы ничего не сложилось, и я сделал бы несчастным себя и ее. Конечно. Человек, который любит погулять. К тому же он еще лицемер и лжец. Что в девушках противно? Вот что прямо раздражает? Ну, я не люблю, когда девушки живут инстинктами. Ну, я считаю, что каждый человек должен к чему-то стремиться в своей жизни, а не только к каким-то материальным ценностям. У Александра, Ларис, есть интересные качества. Он не обижается на критику. Вот мне тогда в связи с этим вопрос. Человек, который не обижается вообще на критику, это что? Даже не могу представить. Я сам человек достаточно самокритичный. И критику, которую я принимаю от близких людей, безусловно, со стороны бывает гораздо виднее. И я принимаю ее всегда с удовольствием. Есть конструктивная критика, когда тебе помогает выжить, стать лучшим в своей профессии, стать здоровее, интереснее для всех. А есть обидная. В нашей стране конструктивную критику от окружающих встретишь нечасто. Любая бабушка в спину тебе, сидящую у подъезда, скажет все конструктивно и неконструктивно, что она о тебе думает. А, друзья, вот расскажите что-нибудь об Александре. Какой он? Ну, у него есть очень хорошее качество. Лично для меня, как бы, ключевое качество – это порядочность. Много с вами времени проводит? Да, достаточно. Потому что женщины, жены очень не любят друзей своих мужей. Очень, поверьте мне. Потому что, кажется, любая минута, проведенная с вами, это как из дома телевизор вынес. Знаете, непонятная ревность, вот совершенно необъяснимая. Вполне даже понятная. Живем в том мире, где мужчина и семье-то мало времени обычно уделяет в силу того, что много работает, много занимается. А для друзей всегда находится время. А для друзей, да, местечко и времечко находится. Он еще сестре помогает. Ну, это хорошо. А сестра младше, старше? Да, это моя младшая сестренка любимая. Для общения пары с парнем он, может быть, и приятен. Но вот как девушке, мне вот этот он вообще не нравится. Вот женитесь. Александре не понравится, что. Итак, друзьям время. Значит, заловки время. А ей время. Итак, он суток 24 часа всего. В любом случае, любимой девушке, ты уделяешь максимум своего внимания. Друзья всегда поймут это, я считаю. Конечно, ничего они не поймут, друзья. Понятное дело. И девушка ничего не поймёт. Мои поймут. Потому что если сейчас ваше время делится между работой и друзьями в проценте 80-20, то когда появится женщина и жена, ей-то понадобится процентов 50 времени и мысли. Представляете, как должны потесниться все остальные? Александра, а вы всегда вот такой благодушный, спокойный, рассудительный? Вот в гневе-то вы можете себя как-то проявить? Безусловно. А какой вы? А вот что-то друзья улыбаются. Ну-ка, расскажите. В принципе, во мне с детства сочетались такие вещи. То есть я был и примерным учеником, и хулиганом одновременно. Да? Драчун, что ли? Ну, бывало. Очень часто. У вас середины нет. То есть либо вы на хорошей такой светлой стороне, вот такой правильной, либо вы в шарах в другую сторону драчун. До крайности я не опускаюсь. Ударить сможете девушку? Ни за что. А вообще в драку ввязаться. В драку? Да. Несмотря по какому поводу. А так запросто. Да. Сила мужчины заключается не в кулаках, а в мозгах. Скажите, что вы приготовили для невесты. Александр, ты как человек, который пишет картины, безусловно, знаешь о том, что в современном мире живописи очень сильно размыты объективные критерии оценки произведений. Чем неоднозначнее, чем неординарная картина, тем большим успехом и спросом критика она может пользоваться. Это навеяло мне тему моего сегодняшнего сюрприза тебе. Я хочу сейчас предложить тебе совершить такой нетривиальный поступок и сыграть вместе со мной на этом холсте в крестики-нолики. Позволь, я начну. После. Как галантный мужчина, должен уже проиграть. Вот эта игра, она же дискисадная. Ну, все, выиграла. Ты поддалась мне. Нет, я проверила. Вот залазь. Александра. У художников принято подписывать свои картины. Предлагаю сделать это. Ты же выиграл. Прошу тебя. Тоже подписать. Александр, я хочу подарить тебе эту картину и хочу, чтобы эта игра и ее результаты напоминали тебе, если наше знакомство с тобой продолжится после этой передачи, о том, что всегда можно прийти к компромиссу в отношениях. Александр, вы выбирайте своих друзей, скоро узнаете, кого выбрала Александра. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ У тебя учиться нужно вообще просто, как нужно вести диалог вообще с людьми, как нужно общаться, как нужно себя преподносить, самое главное. Девочки, что вы скажете? Внутренне свободный, открытый, не боится высказывать свои эмоции, интеллектуален при всей вот его свободе, да, и при посещении клубов. Он остается внутренне глубоким человеком, это заметно и это видно. Спасибо, что вы скажете. Мне тоже понравился, Александр. Я изначально не сомневался в этом. Я же очень приятный молодой человек. Мне очень понравилось то, что когда он вышел, он единственный из мальчиков сказал, что он, когда увидел меня, он пришел именно ко мне. Это понравилось. Это единственное, что вам понравилось? Вы только на это обратили внимание? Ну, еще мне понравилось, что он не обижается. Вы поверили. Не обидчивый. Вообще такие есть люди? Я просто сама такая. Как вы думаете? Мне очень понравился Александр, вот эта его кошачья мягкость такая, действительно хорошая выправка. Понятно, что из семьи военных, образованной. Даже если он что-то про себя, про свои качества подсочинил, то он правильные вещи сказал. Мы любим не обидчивых. Молодец, молодец. Да, согласна, Лариса. Добавлю только, что очень четко дал понять, что он главный в семье. И выигрывает он, а не вы, а вы подстраиваетесь. Поэтому про свою свободу забудьте вот в том представлении и в том выборе, который вы хотите. Но это стоит того. А вообще, Александра, да. Все очень четко будет. Я вообще хочу сказать, что в семье, в настоящей, в крепкой, мало свободы. Но вы от этого не страдаете. А если свободы мало, и вы, как-то вам это дискомфортно, не выходите замуж. Вообще, семья – это ограничение, это обязательство. Ну, можно договориться, ограничиться, где что переходить, где не переходить. Да, это не то, что. Поэтому многие приходят и в заблуждение говорят, я хочу свободу, я свободный человек. Не выходите замуж, значит, не созрели. Ну, опять же, немножко… Как тебе, Вася, жених? Серьезный, очень цельный. Слишком уж он волновался, как мне видится, никак не мог взять себя в руки. Я это списываю даже не на программу, а скорее на тот внешний эффект, который вы на него произвели. Думаю, что понравились. При этом хороший мальчик, который слишком старается быть хорошим, и временами будет становиться плохим мальчиком. То есть временами у человека будут либо загулы, либо какие-то такие явные сносы крыши, неправильные поступки. Но мне кажется, что это неплохо. Все мы живые люди, иногда натянутая струна способна лопнуть. Вот просто супруга должна время от времени расслаблять, чтобы струна не была натянута. И все. А вот видите, девочки, шок такой, она заходит в сам Вэл. Нет, тут два варианта, или к нам, или… Девочки, определились с выбором. Кто? На мой взгляд, Александр. Спасибо. Александр, согласна. Ты знаешь, что это ввиду явного преимущества? Да? Это нокаут. Это нокаут, да, это так сказать. Это нокаут, Вэл. Есть что сказать о женихах? Ну, я не знаю, как насчет мужчины всей моей жизни, из всех трех мальчиков. Не говорите. Но я думаю, что поддружимся. А как ты думаешь, она зайдет вообще сюда? 50 на 50. Вот смотрите, Александр любит итальянскую кухню, любит все итальянское. Вот если вы выйдете замуж за Александра, родите мальчика и девочку, и тоже назовете Александра и Александр. У вас будет такое квадро-Александро. В этом что-то, мне кажется, есть. А что еще нужно для счастья? Веселье, взаимопонимание. И у вас все это будет. Поэтому последний Александр, конечно. Спасибо. Я всегда напоминаю о том, что любовь голодна не бывает. Но периодически сегодня у нас не было так прямо уж такой четкой темы насчет материального. Поэтому говорили о любви. Мне более понятна любовь относительно Александра как проявлять. Вот тут не сам Вэл Нигар как-то толком не объяснили. А хорошо там, где понятно. Поэтому я тоже за Александра. Любите. Ой, смотрит как-то не как Василиса, плохой знак. Нет здесь хорошего жениха для вас. Говорю абсолютно искренне. Как бы мне не понравился Александр, мне не меньше понравились сам Вэл и Игорь. А если она сейчас войдет в нашу комнату? Я ее выберу. Но если мы говорим Александре, ни вы, ни он не отвечаете требованиям легкости к партнеру. Ему хочется девушку очень легкую, живую, умную, быстро перемещающую, быстро меняющую, может быть мнение, активно растущую. И вам такого же партнера хочется. Мне кажется, будете вы сидеть оба рядом, такие грустные, тоскливые, спокойные. И сложно вам будет. Ты выдержишь меня? Я за этим пришел сюда, конечно. Но я понимаю, что да, по совместимости он чуть-чуть, пожалуй, лучше с вами сходится, чем два других жениха. Тоже советуете, да? Слушайте свое сердце, оно вам подскажет правильный путь. Идите к тому, кого вы выбрали. Выражайте симпатию нашим будущим героям, отправляйте СМС с их номером по телефону 4-4. Марта, 18 лет, номер 1615. Будущий юрист. Ищет мужчину с сильным характером, хорошим вкусом в одежде и романтиком по натуре. Богдан, 30 лет, номер 1616. Менеджер в торгово-производственной компании. Ищет настоящую искреннюю любовь, которая будет длиться до конца жизни. Мы не знаем выйти с Александра Одна, или с избранником. Я приглашаю всех. Выходите, давайте ее поддержим. Проходите. АПЛОДИСМЕНТЫ Здрасте. Александр. Да, Александр. Я очень рада, что ты здесь. Я тоже рада. АПЛОДИСМЕНТЫ У нас есть пара Александра и Александр. Если вы хотите оказаться на месте наших героев, заполняйте анкету на сайте Первого канала. Я Ларису Бузееву желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам. Давай поженимся. Спасибо. Удачи. В начале все равно идет постель. Вы там требуете не меньше восьми раз. Ну, мне кажется, глупо как-то банально ждать до брачной ночи. А вдруг люди друг к другу не подойдут. Тут дело не в брачной ночи ждать, а тут подождать до второго часа знакомства. Родители его не видели. Он не оставался на ночь. Если у них такая вера, то у них можно этим заниматься только, чтобы детей делать. И-ой, как изболело болит. Ну, вот если бы она не пела, было бы вообще хорошо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова